Акции Аэрофлота. Запрет на короткие позиции и дополнительный выпуск акций. Приветствую вас, меня зовут Александр Иванов, я автор проекта Финсоветник. В третий раз в этом году обсуждаем акции Аэрофлота, но уж очень интересные и поучительные события здесь происходят, которые одновременно являются весьма нестандартными для российского рынка акций. Обо всем по порядку. Итак, Аэрофлот торгуется на московской бирже, текущая стоимость акций в районе 86 рублей, и на этой неделе произошло нестандартное для российского рынка акций событие. Московская биржа опубликовала анонс, что акции Аэрофлота с 13 августа нельзя будет шортить, то есть открывать короткие позиции, то есть делать ставку на снижение акций Аэрофлота. И вот что примечательно, во многих источниках сначала появилась неправильная интерпретация этой информации. Я видел сразу несколько источников с неправильной интерпретацией. Пример одного из таких источников, вот заметка и заголовок. На Мосбирже запретили играть на понижение Аэрофлота, и дальше информация, что продавать бумаги в короткую запрещается с 13 августа. И помимо этого добавляется, что все текущие шорты, то есть ставки на снижение, должны быть закрыты до конца дня 12 августа. При этом эта информация появилась как раз 12 августа в первой половине дня. И теперь, смотрите, мы с вами как вот инвесторы, представьте, стоим в шорте по Аэрофлоту, и мы 12 августа с утра получаем такую вот рассылку счастья, где говорится, что до вечера, то есть в тот же самый день, нужно закрыть шорт по Аэрофлоту. Ну, какие у нас с вами мысли? Если мы обязаны закрыть шорт, то, наверное, стоит его закрыть поскорее, пока не началось вот это вот паническое закрытие шортов другими участниками, пока не начался шорт-сквиз. Ну и, собственно, видим, что акции Аэрофлота 12 августа начали расти. При этом, да, это рост не на фундаментальных показателях, а просто на том, что кто-то посчитал, что нужно обязательно шорты закрыть. Если предыдущий день акции закрыли в районе 83,5 рублей, то к середине дня 12 августа, когда вот такой анонс получился, акции достигали даже 89 рублей. То есть более чем на 5% росли просто так, просто на анонсе, что шорты нужно закрывать. Затем Московская биржа выпустила пояснение, где говорилось, что шорты текущие закрывать не обязательно. Это новые шорты с 13 августа нельзя будет открывать. И тогда уже инвесторы поняли по вот этой вот уточняющей рассылке. Она даже вот на сайте Московской биржи в разделе с пресс-релизами отдельным сообщением была опубликована. Видимо, на Московской бирже увидели по движению акции, что нужно разъяснить данный момент, что многие поняли просто неправильно. Да, и все увидели, что, в общем-то, шорты закрывать текущие было необязательно. Это новые открыть будет нельзя. Ну, на Московской бирже эта рассылка появилась только в районе 3 часов дня. А там на каких-то новостных сайтах вот только 13-го, что там Мосбиржа что-то опровергла. Ну, и понятно, что те, кто в шорте по Аэрофлот стоял, часть этих людей, часть этих инвесторов, в общем-то, здесь, ну, можно сказать, попало на какие-то суммы денег, потому что они сначала подумали, что шорты закрывать обязательно. Ну, и, соответственно, закрыли по весьма невыгодным ценам, скорее всего. Акции Аэрофлота после этого как раз в районе 86 рублей и стабилизировать. Какая поучительная часть в данной истории? Ну, во-первых, если увидите какие-то ограничения, которые вводятся, всегда уточняйте ограничения, на что вводятся. Во-первых, важно понимать, что, в принципе, могут вводиться ограничения на короткие позиции. В этом принципиальная разница на рынке ценных бумаг, заработка на росте и заработка на снижение. Если купили какие-то акции, ну, вас, кроме очень редких случаев, никто не может принудить их продать, кроме там маленького количества таких вот редких случаев. Если вы открыли шорт, то будьте готовы к тому, что даже если, как бы, компания там не банкротится, не покупается другой компанией, что-то еще происходит, да, просто биржа может сказать, ну, извините, вот теперь шорты нельзя открывать, или нужно закрыть, или как-то еще, да. Как следствие, ставки на снижение, они всегда априори опаснее, чем ставки на рост. Значит, еще один момент в том, что просто нужно быть готовым к тому, что могут сказать, вот, надо шорт закрыть. Теперь следующий момент. А что мы с вами можем сказать про акции Аэрофлота, да, уж если речь пошла о закрытии шортов, в связи с чем это, вот, произошло, да, о том, что нельзя будет новые ставки на снижение делать. В связи с тем, что по Аэрофлоту было принято решение о дополнительном выпуске акций. И информация появилась, разумеется, на e-дискложере, вот здесь можно посмотреть, длинный текст, но, конечно, удобнее всегда смотреть в каких-то источниках, типа, ведомостей, где, знаете, и шрифт поприятнее, и написано попонятнее. Ну вот, поэтому на ведомостях увидим, что государство решило, вот, выкупить вот эту доп. эмиссию Аэрофлота, то есть, по сути, влить деньги в Аэрофлот. Обосновано ли это? Ответ, да, обосновано. Опять же, по ведомостям видим, что задолженность Аэрофлота выросла в пять раз, это в течение весны этого года, до 58 миллиардов рублей. А это очень много, потому что, если посмотреть на капитализацию Аэрофлота, это получается примерно две трети капитализации Аэрофлота, это его задолженность. Не такой критический уровень задолженности, как в свое время был у Трансайра, а мы помним, что Трансайра была авиаперевозчиком номер два в свое время в России, и обанкротился, но там долги были прям совсем сильно выше, чем капитализация. Плюс здесь речь идет о компании, где контрольный пакет у государства, и государство понимает, что если самый крупный авиаперевозчик в России обанкротится, ну тогда как бы все, просто доверие, то есть, во-первых, отрасль может рухнуть, доверие может просто пропасть. И помним, что Аэрофлот это не только Аэрофлот, это еще и Победа, то есть и в том числе дочерние компании. Поэтому они решили как раз влить денег в Аэрофлот. И вливание денег будет весьма существенным. Да, видим, что этих денег должно хватить на то, чтобы рассчитаться с долгами, погасить задолженности. Плюс важно тоже понимать, что сейчас еще, ну по крайней мере по состоянию, на середину августа 2020 года, не сказать, чтобы, знаете, перелеты между всеми странами открылись. То есть, какие-то перелеты возобновляются, но по-прежнему большинство стран друг с другом границы не открывали. И как следствие, мы понимаем, что Аэрофлот, который потерял уже весной-летом какие-то деньги, скорее всего, еще их будет продолжать терять до тех пор, пока не возобновится вот это, как говорится, авиасообщение на полную мощность. При этом оно, кстати, неизвестно, когда возобновится. Да, там были новости про российскую вакцину от коронавируса, но вы понимаете, что одно делает регистрация вакцины, другое делает, когда эта вакцина будет в нужном количестве. Потому что все-таки Россия страна, во-первых, самая крупная в мире по площади, во-вторых, по населению тоже весьма немаленько, почти 150 миллионов человек. Да, и понятно, что вакцинацию сделать, это тоже как бы произвести. Вакцины в таких количествах дело непростое, а еще в других странах что будет. В общем, понятно, что аэрофлот часть этих денег потратит на гашение прошлых долгов, часть денег от государства потратит на то, чтобы еще вот в ближайшие месяцы тоже деньги терять, ну и чтобы компания не развалилась. Но опять же, это самая крупная компания в отрасли. Без аэрофлота авиаперевозки в России, ну то есть, да, как бы сектор сам по себе развалится, и это будет очень-очень плохо для всей экономики. Поэтому государство любой ценой спасает аэрофлота. Ну и так вот, если сказать, то там 140 миллиардов рублей в масштабах России, это не сильно большая сумма денег. То есть, в этом плане государство здесь делает скорее такой правильный шаг. То есть, если вот с точки зрения общей экономики задаться вопросом, правильно ли, что государство спасает аэрофлот, ответ скорее да, чем нет, потому что просто деньги, да, опять же, не сильно большие. Учитывая, что в России там резервы есть на 13 триллионов рублей, то есть, словно говоря, это чуть больше одного процента от фонда национального благосостояния, да, то есть, в общем, не сильно большая доля. Вот государство спасает за такие деньги аэрофлот, вот, и спасает, соответственно, отрасль. Теперь касательно акций аэрофлота. Здесь напомним, что это у нас третье видео за год про аэрофлот. Вот предыдущие два, напомню, что за прогнозы там были. Ну, во-первых, мы говорили в марте, да, в видео, почему опасно шортить аэрофлот. Несмотря на проблемы аэрофлота, да, шортить, то есть, делать ставку на снижение было опасно. И действительно, собственно, с марта акции аэрофлот, наоборот, выросли на ожидании, что государство как-то компанию спасет, да. То есть, здесь шорт открытый в момент записи этого видео был бы убыточным, поэтому мы, надеюсь, уберегли вас от шортов аэрофлота. Я надеюсь, что вы здесь денег не потеряли. Также мы записывали еще одно видео ранее летом про то, что доп. эмиссия, которая еще тогда была понятна, уже тогда было понятно, что будет, она является для акции таким вот явлением, что лучше постоять в сторонке. То есть, тоже таким определенным негативом. Тут важно понимать, что доп. эмиссия будет проходить очень большая. Это не доп. эмиссия, как бывает, там, компания выпускает еще там 5% факций, или 10% факций, или, например, компания выходит на биржу, проводит IPO, и под IPO происходит дополнительный выпуск от количества акций. Там, 10% в 15% это капитализация. Нет, здесь речь идет о доп. эмиссии, которая превышает примерно в полтора раза текущую капитализацию компании. То есть, об очень большой доп. эмиссии. И это как раз вполне себе может ударить по акциям аэрофлота. Ну, собственно, здесь понятно, почему шортить аэрофлот, это крайне опасно. Мы про это уже не раз говорили, и эта неделя, это такой очень яркий пример. Покупать акции аэрофлот тоже не очень хорошо, потому что после доп. эмиссии, если таковая будет утверждена и состоится, мы с вами будем владеть меньшей долей аэрофлота. Ну, вот представьте, что, да, такой пример попроще, на числах попроще, чтобы не нужны были какие-то там миллиарды или миллионы. Представьте, что у вас есть вот 25 акций какой-то компании, всего у компании 100 акций. Если компания проведет доп. эмиссию, количество акций в 2,5 раза вырастет, то у вас будут те же самые 25 акций, но не из 100, а из 250. И если раньше у вас было 25 акций, и это была четверть компаний, то после доп. эмиссии это станет одна десятая часть компании. То есть вместо 25% ваша доля упадет до 10%. Здесь будет такая же история, то есть мы с вами, покупая, например, там, одну акцию аэрофлота, 10, 100, 1000, миллион акций аэрофлота, будем после доп. эмиссии владеть меньшей долей аэрофлота, несмотря на такое же количество акций, да, вот после доп. эмиссии. И это может на капитализации сказаться негативно. Ну, не значит, что акции упадут 2,5 раза, все-таки аэрофлот деньги привлекает на этой доп. эмиссии, но, тем не менее, да, дивиденды аэрофлота, то, о чем можно пока что временно забыть, когда можно будет о них вспомнить, непонятно, и не факт, что в 21 году они будут. Может быть, будут в 22, но, сами понимаете, в 20 году делать ставку на то, что в 22 будут дивиденды, какими они будут, эта история весьма непонятная, и меня поэтому аэрофлот не интересует. В шорт опасно, вот мы сейчас видим почему, потому что просто шорты могут сказать, что вот запрещены с какого-то момента. В лонг здесь, несмотря на падение акций, да, там в 2,5 раза от своих максимум всех времен, мне тоже не хочется, потому что будет размытие в 2,5 раза, да, то есть та самая доп. эмиссия. И обращу внимание, что если вот посмотреть на динамику акций с начала года, аэрофлот от вот новогодних значений упал весьма не сильно, да, то есть было 100 с небольшим, сейчас 86, это падение примерно на 15-20% от новогодних значений. А есть компании, например, на американском рынке, которые по сравнению с новогодними значениями упали намного сильнее. Ну вот, например, компания Delta Airlines, которая встретила Новый год, конец декабря, по 58,5 доллара, сейчас торгуется по 28,5, то есть упала в 2 с небольшим раза. И если вы верите в то, что индустрия авиаперевозок будет возрождаться, что сейчас перелеты будут возобновляться между странами, то, может быть, стоит смотреть не на акции, компании, которая упала от новогодних значений всего лишь на 15%, которая с тех пор отменила дивиденды, по которой с тех пор произойдет доп. эмиссия с размытием в 2,5 раза, да, а на компанию, которая упала там существенно сильнее в 2 раза, ну и, собственно, да, здесь, может быть, просто потенциал роста будет как-то побольше. Поэтому в этом плане я в свой портфель присматриваю акции именно авиакомпаний американских, а не аэрофлота. Надеюсь, это видео было для вас полезным. Напомню, что у нас в субботу стартует программа для опытных инвесторов с подпиской на инвестидей, через полтора недели для новичков, и мы здесь привели пример, собственно, да, вот по норильскому никелю, и обзор записывали на Ютубе. Открыто можно проверить его результаты, показывая, что у нас была рассылка, что мы покупали акции на рельского никеля, 10% с лишним прибыли уже накапало менее чем за месяц. Большое спасибо за внимание, желаю вам успешных инвестиций.